МЦД-5 МЦД-5 должен был стать главным средством пиар, который обеспечил бы мощный инфоповод на годы, начиная с первого камня, продолжая торжественным открытием и заканчивая пустопорожним голдежом Москвы-24 спустя месяцы. В прошлом году под громкие рукоплескания даже было дано обещание построить тоннель. Тот самый, что некоторые неправильно называют глубоким вводом. 200 миллиардов, 12 километров, 5 станций. Казалось бы, что могло пойти не так в столь важном для пиар-проекте? Да, запуск планировался аж в 2028 году, времени навалом. Но что-то как-то не давало покоя многим мысль, что слишком уж всё гладко. Вон, столь же дорогой центральный участок, не состоявшийся Калининско-Солнцевской линии, отложили в настолько долгий ящик, что фактически от него отказались, вспоминая только перед очередными выборами. И чем ближе дело было к концу 2023 года, тем меньше разговоров о тоннеле пятого диаметра было в информационном поле. Казалось бы, а что не так? Тем более, что, несмотря на стоимость, но этот тоннель был бы проще в строительстве, так как не было столь поганных сильно обводненных грунтов и плывунов, как по трассе центрального участка Калининско-Солнцевской. Опасения скептиков подтвердились. Строительство тоннеля МЦД-5 исчезло из адресной инвестиционной программы и было заменено абстрактными укрупненными мероприятиями по повышению транспортного обслуживания пассажиров. Что за этой бессмысленной канцелярской фразой скрывается, угадать сложно. Можно лишь сделать предположение, что в ближайшие годы реконструируют все станции под стандарт МЦД. По Павелецкому направлению даже появились проекты реконструкции. А если совсем повезет, то на Павелецком и Ярославском направлениях введут сервис МЦД без соединения. Но это уже из-за разряда фантазий, зная, через какую точку G все сейчас делается. Таким образом, вполне ожидаемо отвалился еще один мегапроект. А может все проще? И наверху, посмотрев на то, как пассажиры игнорируют центральный участок МЦД-4, решили больше не рисковать такими большими деньгами? Получился бы чудовищный провал. 200 миллиардов истраченных средств, громкий пиар, а пассажиры не поехали, ногами сказав, что им это не нужно. В любом случае, мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова